С способами следили с помощью трекеров. Повышенный интерес вызывали утки и кряквы, летающие из Украины в центральной области России. Сложить два и два труда не представляет. Изучение путей миграции диких птиц – это разведданные. Ведь изучение производилось именно с целью использовать диких птиц для занесения того или иного болезнетворного штамма на нашу территорию. Мы понимаем, что птица переносит, например, птичий гриб. Но мы не знаем, как этот птичий гриб был модернизирован. Вполне возможно, в этих лабораториях использовались всевозможные ДНК-составляющие, которые объединяли те или иные болезни. По лицу болезней, которую изучали американцы, тоже уточнили. Это буквально всё, что может успешно распространяться в условиях Восточной Европы. Сибирская язва, конго-крымская геморрологическая лихорадка, бруцеллез, лептоспироз, африканская чума свиней, которая не угрожает человеку, но буквально выкашивает свиней и наносит огромный ущерб экономике. Различные вирусы. Результаты исследований уходили за рубеж. В частности, в исследовательские центры в Австралии и Германии. Продолжение следует...